Вархаммер 40 тысяч Легких. Рост под 2,5 метра. Этот образ — мечта любого парня, воспитанного на боевиках со Шварценеггером и Сталлоне. Вместо обычного оружия они используют болтеры — ручные ракетные установки, которые стреляют со скоростью привычных нам автоматов. В свою очередь литературу по сороковнику неспроста, неиронично называют болтер-порно. Это самый, что ни на есть, экшен-эксплуатейшн с галлонами и хора, крови и других имеющих природное происхождение жидкостей. Именно это стало отличительной фишкой литературы про космодесант по сеттингу, стало основой его идентичности. К середине 2000-х годов жанр сложился, устоялся. Началась его деконструкция через реалистичный рассказ о мире, тактические точности в описаниях сражений, уход от рассказывания историй, целиком состоящих из болтер-экшена. Что-то подобное мы уже видели на примере супергероики, но там этот процесс заняли десятилетия. Но даже спустя десятки лет после выхода «Хранителей» авторы комиксов продолжают выпускать как комиксы, которые попадают под определение классической супергероики, так и комиксы, в которых элементы деконструкции стали обыденной чертой. Масс-культура в очередной раз поглотила контр-культуру. Ну а в сеттинге Warhammer 40.000 сейчас продолжает происходить почти то же самое. Авторы, пришедшие в Black Library в середине нулевых, выросли на сформировавших жанр работах. Им было что сказать. Но это было бы возможно, лишь находясь в рамках сложившегося болтер-канона. Тем более, что продвижение на столке никто не отменял. Однако все выходящие сейчас произведения можно условно разделить на три группы. Первая — классическая болтер-порно. Самый яркий представитель серии Space Marine Battles. Вторая — промежуточный вариант. Часто средние руки боевка соседствует с интересными и глубокими высказываниями о сеттинге. Самый яркий пример — любая книга Криса Райта по ереси Хоруса. Третья — попытка вырваться из жанровых оков. Ларгар и Пути Эльдаров Гэва Торпа. Инфернальный Реквием Петера Фехервари. Атлас преисподней Роба Сандерса. Или попытка пересмотреть вышеупомянутые жанровые оковы. Я прекрасно понимаю, почему до сих пор выходят книги из первой категории. Они хорошо заходят читателям, которые жаждут получить или хорошую иллюстрацию сражений на их столах, или просто сублимировать собственные переживания. Большинство людей живет моментом, а поэтому редко обращается к работам прошлого. Для них «Конвейеры» продолжает выпускать подобное. Я продолжаю читать эти работы и раз за разом натыкаюсь на мысль, что хорошо обученная нейросеть смогла бы генерировать подобные произведения сама. Для этого всего-то нужно было бы скормить ей всю литературу по сороковнику, свежие кодексы и указать, где находятся боевые сцены. И, скорее всего, нейросеть сможет выдать материал, с которым далее, возможно, будет работать редактор. С другой стороны, а нужна ли эта нейросеть, когда есть авторы-ветераны? Если вы читали Азраила Торпа или Лемона Русса Райта, то могли заметить, как они пишут боевку. Почти рефлекторно, без какой-либо изюминки. Для тех историй, которые они хотят рассказать, боевые сцены не особо нужны, но их требует жанр и редакторы. Они написали уже столько, что могут просто оперировать штампами и заливать боевкой целые авторские листы. Однако, пока в хобби приходят новые люди, а старые фанаты продолжают покупать подобные истории, вряд ли что-то кардинально изменится. Нам же, как дотошным читателям, стоит лишь осознанно подходить к покупке произведений и ставить пять звезд на Гудридсе тем работам, которые этого действительно заслуживают. Ну а осознанных зрителей я попрошу поставить лайк и подписаться на канал. Субтитры создавал DimaTorzok